скажи что-нибудь добрый день дорогие друзья с вами я мороз алексей компания кров монтаж сегодня всемирный день дурака и мы решили провести этот день с пользой для нас место куда мы направляемся там все серьезными лицами но сегодня день дурака так нельзя московская строительная выставка мост билд кров монтаж идет к вам так что у нас здесь что все серьезные здесь такие надо это исправлять правда здрасьте я царкиса деньги мне с собой что он сказал к вам подойти мне диплом нужен на высшем образовании но мне сказал мне мне нужен диплом на высшем образовании инженера строителя он сказал к вам подойти нет какие шутки не саркис сказал диплом у вас 1 апреля люди вообще шуток не понимают кров монтаж привет привет здрасте привет омску вы как проездом москве или на выставку деки ездили на производство на зала посмотрели там все в гибкую или пластик и на пластик на два завода вот видишь приглашают производители меня не приглашают вот их приглашают это вот один зал то и там еще один до новосибирске зима выставки да у нас поближе екатеринбург но вообще на пользу какую дает боже упаси и блогеры скажем здесь дешево дешево логистика я тоже удивлялась мы смотрим на этом все тоже учимся ценник с младшись еще это к нам привести нам другие кошельки в качество спокойствия это к нам потом сделали какая-то фирма опять переделывая потом нанял вас сейчас года два проблем не знаю удачи ребят приятно было пообщаться вот подписчиков встречаю очень приятно с разных регионов обмениваемся тоже опытом с коллегами такая музыка потому что металл подорожал у дёхи большие планы даже оркестр играет клик фальс но я не падок на такие вещи только настоящий фальс самокат зарегистрироваться подписаться ребят если выиграю этот самокат я разыграю среди своих подписчиков просто ради прикола но мне не везет я просто уверен но сегодня день дурака все ради вас у меня аллергия на кошек что серьезно да алексей вот с вода здрасьте здрасьте лаваль будет вас приглашал да очень приятно а как-то в комментариях писал мы с вами кто-то уже какой которого встречают да привет это гидроизоляция бетона также бетонных конструкций набухает в 300 раз в 600 и в 900 раз старый фундамент проложили шнур залили фундамент то есть ему набухать это его задача вспомнить по-фински толпад она называет име Alexis а лично спурила года газа крыльного направление anntок артриджи какие-то кассеты перри точно Europax относительно ма закончение И вместе с этим монтируются в прием. Чтобы форточку не открывать, да? Да, да. Чтобы спокойно уехали, открыли лапан, чтобы не было пыли, шума, чтобы не слышали, как сосед косит траву, и так далее. Но это надо, не все же производители окон так делают? Или вы можете подстроиться под любое окно, да? Да, есть там рехау, у них пластиковое, здесь алюминиевое, есть еще деревянное. Просто надо знать, какое окно, да, заранее? Да, да, да. Мы изготавливаем, вот, вы, Алексей, говорите, вот у меня окно, сколько тут ширина? 700. Николай, нужен лапан, я собираюсь там окно изготовить. И все под заказ, да, именно до сантиметра? Да, варианты управления тоже, шнурок, штанга, но честно, честно, я не поддерживаю ни то, ни другое. То есть так лапан выглядит красивее, то есть вы его открыли и все, и забыли про него. По какой-то причине надо закрыть, встали на табуре. Приток будет некорректно работать, если нет вытяжки. Билл-то вентилятор на кровлю, внутри спрятан сам вентилятор, без шума на кровле, слышат только воробьи, птицы и соседи. Ну, у нас 125-й воздуховод, 160-й, разводим по всем нежилым помещениям. Это санузлы, это кухня, обязательно, это постиральщик и так далее. То есть к одному вентилятору... А такое ощущение, как будто, да, свежим воздухом? Нет, тяга пошла. То есть тяга, она постоянно будет, зимой и летом. А сколько потребляет? В таком положении 4 ватта, в полную 84. Ваша система под кровельная вентиляция. Обязательно, да? На одноэтажный дом, да, 4 помещения, система, а сколько стоит примерно? 100 тысяч. Допустим, 3-4 комнаты рублей 150, да, будет? Подключить, наверное, да. С работы? С работы. С работы. Спасибо, будем знать. Вот для чего нужно ходить на выставки. Чего надо? Я вам сейчас самый красивый дам. Зачем? Зачем? Нам надо технический вопрос. Все вот думаю. Вилюкс или Факро? Что скажете? Как я могу за вас подумать? Ну, я не знаю. Расскажите о преимуществах. Чем Факро лучше Вилюкс? У меня заказчики спрашивают все время. Ну, смотрите. И в том и другом случае, это европейские окна, проверенные десятилетиями. И несколько моментов, которые нас принципиально отличают. То есть это максимальное качество. Иногда кажется, что это дерево не может быть таким. А это что, внешнее? В наружной маркизе, как защита от солнца, в 8 раз эффективнее, чем внутренняя шторка. Нет, это понятно. Но мне кажется, непрактичный этот узел. Часто заказывают вас? В нашем регионе это непрактично. Все зависит от того, куда смотрят окно. У вас упор на деревянное в основном, да? Дерево алюминия. Дерево алюминия. Два основных конкурента мы заклеим в Факра. Нам же не платят. Здесь выставим какой-нибудь российского. Банем. За суть. Кто, 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 кто. За суть. Дополнительная опция. Это стандарт. Дайте мне инструкцию по монтажу. Мы все инструкции на сайте. Мы сейчас не делаем печатные видео. Смотри, четко. Якобан. Это стандартная наша продукция. По-любому подстава какая-то. Я считаю, мансарда без мансардного окна неполноценна. Приятно было по всему. Смотрите, если вам нужно... Что-то я этот бренд не слышал. Глина в месторождении в Германии. И оттуда только возят, да? Форма только одна. Нет, разные формы. Ну, здесь она только одна. Да, да. Видите, как хорошо вы, видимо. Вы очень давно занимаетесь этими крышами. А сколько вам лет? Нет, 28. 28? Вот я кровлей занимаюсь 24 года. Прикольно. Решение, да? Такая воздушная лестница. Алюминиевые можно делать в лесах? Можно, можно. Их у нас в России... Алюминиевые леса. С утра придешь на работу, их не будет. Разберут в цвет метный. Сдадут как лоб. Только сталь. Сталь. Друзья, а концернные руки... Он существует бренд еще или нет? Мы с вами идем. С Айби, да, Швеция. Купили контрольный пакет, акции. Бренд остался, не так же. Это вы с Польши, с Прибалтики, сюда, так сказать. А здесь ничего не производится. Ничего не производится. Я не пойму, что-то так все подорожало. Ну, не с точки зрения сейчас металл, а бренд. Америкоса. Ага. Начали говорить с шведам о том, что с Россией не надо работать. Да. Шведы начали говорить с финам о том, что давайте закрывайте. Начались вот это санкции, там и потом... То есть это с санкциями связано, да, все, что руки ушло? Это мое предположение. А, монтаж, кровь монтаж. Монтаж в Москве, да? Да, да, да. У нас 5 монтажных компаний входили в официальные, как бы, монтажники, руки. Это до... А потом как-то все свернулось. Вы с Борисом Андреевичем начинали, наверное, работать, да? Нет, вот его не помню. Промонтаж компаний. А если можно работать без бороды? Понятно, в каком году? Не-не-не, там Екатерина, Эрихан, у меня была. Вы начали работать с Екатериной? Да, и еще там было. В 2017-й. Виктор Мерзляков или Алексей? Да-да-да. Все, спасибо. Была полезная информация, пока. Производство здесь или за границей? Киржач. Киржача? Киржача? А, вы здесь в России производите? Конечно. Кто производит? А он окисленный или... Мы где-то мы не производим. Есть... Мы используем окисленный и модифицированный. Модифицирован сколько гарантий вы даете? 50 лет гарантии. 50 лет. Много, как вы думаете? Для России 50 лет. Целый такой срок. Если понятно, этот материал положить в закрытую комнату, он пролежит и 100 лет, а допустим, плита USB, либо обрешетка деревянная, она же гораздо раньше выйдет из строя. Будем так говорить. Тогда можно говорить еще правильно, но это уже будет проблема не производителя. Лист USB 9, он не простоит 50. А какой? А если другой? Ну, если брать, потом... Толщина стеклохолста, толщина битума. В связи с подорожанием кровельной стали, увеличился спрос у вас битумной черепицы? С начала года да, да, сильно вырос. Момент. Это лучше к производителям металла. Да, да. Конечно, такой вопрос. В этом сезоне будем упирать на битумную черепицу. Я даже... Все, спасибо, до сезона. Четыре. Два. Один. Гоу. Платера. Отлично. Итак, дорогие друзья, мы провели сегодня целый день на этой выставке. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, ставьте лайк. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok